Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Первый снег Баба Капа, скорее смотри! Что это? Первый снег пошёл, наступила зима Ух ты, я хочу посмотреть! Лунтик, стой! Ну вот, опять зима Дедуля, там первый снег, бежим на улицу! На улицу нельзя! Вот это зима! Лунтик, быстро домой! Лунтик, наступила зима, и нельзя выходить на улицу, потому что там очень холодно Как же так? А я хотел сегодня с Кузей погулять! Кузя тоже не пойдёт на улицу, зимой все насекомые сидят в своих домиках И Кузя, и Пчелёнок, и Мила! Все боятся замёрзнуть! Я никогда не увижу своих друзей! Ну почему же никогда? Через три месяца зима кончится, и можно будет снова гулять! Целых три месяца? Лучше бы эта зима не начиналась! На, съешь конфетку! Это любимые конфеты Кузи! Так, Лунтик, помоги мне, пожалуйста, достать шерстяные одеяла Пойдём, пойдём, нам нужно постелить их на кровати, чтобы не замёрзнуть ночью Может быть, зима уже кончилась? Нет, не кончилась! Под одеялом было теплее! Теперь тепло! А может, я и на улице под одеялом не замёрзну? Вроде не холодно Я быстренько, только конфетку Кузи отнесу Ай-ай-ай-ай-ай-ай Ой-ой-ой-ой А-а-а-а! Ого, а я не ушибся. Какой мягкий снег. Ой, ягодка. Она замёрзла. Ой. Кузя, Кузя, ты дома? Лунтик, это ты. Быстрее заходи. Зимой нельзя быть на улице. Я тебе конфету принёс. Спасибо. Твоя любимая. Только зачем? Ты же мог замёрзнуть. Я обмотался шерстяным одеялом, и мне совсем не холодно. И у меня такое же есть. Надевай скорее, и пойдём на улицу. Там так здорово! Ух ты! Ой! Ой! Опа! Вперёд! Ой! А-а-а! Нужно всех позвать на улицу! Сначала укутать всех в одеяло. Затай! Шерстяные одеяла всё-таки решили оставить на кроватях. А вместо них Баба Капа связала тёплую зимнюю одежду. Теперь Лунтик с друзьями могут гулять даже зимой. Привет! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Бесполезный песок. Бабуля! Мы идём кататься на скейтах. Ого! Сколько варенья! Так много, что даже банки закончились. Вы когда накатаетесь, зайдите к Корнею Корнеевичу и попросите для меня ещё банок. Конечно, Бабуля! Ну, кто первый до того дерева, тот лучший! Раз, два, три! Поехали! Они быстрее! Срежем через пляж. Ага! А-а-а! Понасыпали тут песка. Кататься невозможно. Да брось, Бубсень! Это пляж. Песок тут всегда был. Ты просто в поворот не вписался. Я здесь срезать хотел. Понятно? И если бы не песок, я бы всех обогнал. Зачем он вообще нужен? А мне песок нравится. Милый из него куличики лепит. А ещё мы на нём загораем. Ой-ой-ой, личики-куличики. Их из земли можно делать. А загорать на листьях. А песок бесполезный. А-а-а-пчи! Смотрите, кто-то уже этот бесполезный песок выбрасывать собрался. Этот кто-то молодец. Мы ему сейчас помогать будем песок выбрасывать. Погодите, а вдруг этот песок кому-то нужен? Да кому он может быть нужен? Пошли, Бубсень, выбросим его в пруд. Пусть лежит на дне. Отчистим пляж от песка. А-а-а-а! Пруд осушают! Кто позволил? Простите, мы больше не будем кидать песок в пруд. Конечно, не будете. Уж я прослежу. Ну что, попало? Больше не будете песок выбрасывать? Хорошо, не будем. Правда, Пупсень? Да, не будем. Лучше пойдём ещё на скейтах покатаемся. Вы с нами? Конечно. Сейчас только наши скейты заберём. Ну где же они? Сколько можно ждать? Может, с ними что-то случилось? Смотри, следы! Да они опять песок выбрасывают! Скорей за ними! Всё равно песок выбросим. Никто нам не помешает. Да! Фу! Смотри, яма! Отлично! То, что надо! Ваши скейты сейчас упадут в яму! Вот и хорошо! Заодно песок туда отвезут! Да это же нора Корней Корнеевича! Ну, вам от него и попадёт! Держи, и вёдра! Лунтик, ты в порядке? Да, всё хорошо! Ребята, вы мои вёдра с песком привезли? Вот спасибо, так спасибо! Ага, вот видите, Корней Корнеевич сам хотел песок выкинуть! Выкинуть? Нет, мне песок для дела нужен. Пойдёмте-ка, я вам покажу. Нужны известь, сода, песок и большой жар. Значит, стеклянные банки делают из песка? Не только банки, но и многое другое. Ох! Ух ты! Какая красота! Ладно, признаю, песок нужен. Вот так Лунтик и его друзья узнали, что обыкновенный песок годится не только для отдыха на пляже. Ещё из него делают стекло, а из стекла полезные, красивые и просто забавные вещи. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Очки для деда Шера. Хорошие очки. Шер будет доволен. Корней, Корнеевич! Корней, Корнеевич! Наш мостик обрушился! Без вас никак! Мы с тобой прям настоящие художники! Ага, но я лучше тебя нарисую. Это мы ещё посмотрим. Ребята, как хорошо, что вы тут. Здрасте. Добрый день. Я вот очки Шеру смастерил. А у муравьёв, как назло, мостик через ручей сломался. Бегу помогать. Не выручите, не передадите очки Шеру. Ладно. Спасибо вам большое, ребята. Эй, а ты чего с меня перерисовываешь? Я не перерисовываю, это ты перерисовываешь. Нет, ты сам рисуй. Вупсень, Пупсень, дядя Корней сказал, что у вас очки для деда Шера. Я как раз к нему передам. Мы должны их починить. Тогда Лунтик уже почти здесь. Подтянем время. Ребята, вы что, в предки играете? Не до игры нам, Лунтик. Мы трубу охраняем. Я с этой стороны, а Пупсень, стой. О, нужно взять инструменты у Корней Корнейча. А зачем её охранять? Для порядка. Вдруг в неё кто залезет, а вылезти не сможет. Что тогда? Сейчас, очочечки, мы вас починим. А я хотела очки забрать. А, очки? Это пожалуйста. Только надо у Пупсеня разрешение спросить. Пупсень, можно мне для деда Шера очки взять? Не слышит, наверное. Лунтик к тебе побежал. Тебе инструмент нужен? Я у Корнейча взял. Да, гвозди и молоток. О, круто. Пупсень, можно мне взять очки, которые передал для деда Шера Корней Корнеевич? Конечно. А разве Пупсень не отдал? Он велел у тебя разрешение спросить. Ммм, разрешаю. Спасибо, Пупсень. Пупсень разрешил взять очки. Вот и отлично. Давай разрешение. Он просто сказал, что разрешает? Сказать это одно, а написать на бумаге совсем другое. Может быть, он покувыркаться или попрыгать зайчиком тебе разрешил. Разрешение? Конечно. Только карандаша нет. Он у Пупсеня. Карандаш, конечно, есть. Только он тупой. А точилка-то у Пупсеня. Пусть сначала карандаш даст, потом поточим. Карандашей нет. Бери фломастеры. А где красный? Я только красным могу писать. Красный, пожалуйста, целых три. Бери на выбор. А как мы фломастеры точить-то будем? Неси назад. Пусть карандаши поищет. А вот и очки. А разрешение не надо? Не надо. Просто так отдаем. По дружбе. Ну, пока. Странно. И это сделал Корней? А может, это дизайн такой? Ну, ладно. Испробую. Шер, ты не ушибся? Вроде нет. Но очки твои что-то не очень. А, откуда здесь эта изолента, гвозди, клей? Я передал гусеницам исправные очки. Ах, вот в чем дело. Теперь понятно, кто над ними так хорошо поработал. Пришлось гусеницам под руководством Корнея Корнеевича делать новые очки для деда Шера. С первой попытки у них, конечно, ничего не получилось. А вот с пятой... Ну вот, теперь порядок. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Сами справимся. Привет, а что вы делаете? Привет. Да вот, нам на берегу столика не хватает. Хотели этот камень вытащить, а его никак не сдвинуть. А мы вам сейчас поможем. О-о-о! Вы так легко это сделали! А у нас так не получилось. Конечно. Мальчики и должны быть сильнее. А мы что? Выходит, должны быть слабее? Ну, девочки и правда часто нуждаются в помощи. То достать что-то нужно, то донести, то вытащить. Это так. И мы всегда готовы вам помочь. Я не хочу, чтобы меня считали слабой. Я тоже. Мы должны доказать мальчикам, что можем обходиться без их помощи. И сами справимся со всякими трудностями. Да! Опа! Опа! Здорово, ребята! Привет! 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 А что это с вами? Да так! Просто решили показать кое-кому, что кое-кто вовсе не слабый. Кое-кому это вам, а кое-кто это мы. Так вы тут чего? В мяч играете? Мы с вами! Да, Элина? Да! Опа! Элина, не бойся бить сильнее! Вот так! Элина! Тебе не больно? Ты как? Разойдитесь! Элина и сама может встать! Ей ваша помощь не нужна! Правда? Ага! Слушайте, я тут подумал, а может лучше в бадминтон поиграем? Что ж, давайте в бадминтон! Мальчики против девочек! Вот видите, мы вдвоём отлично играем против вас троих! Значит, вам не надо помогать вытаскивать валанчик? Конечно! Я сама справлюсь! Застряла! Нет! Ничего я не застряла! Это у меня такой метод! Слушайте, а может потом его достанем? Пошли лучше запускать воздушного змея! Хорошо! Только не вздумайте помогать нам! Мы и сами справимся! Смотрите, смотрите! Наш змей выше вашего! Зацепился! Подержи, я его достану! Мила! Всё нормально! Сейчас я его распутаю! Мила! Элина! Не вздумайте нам помогать! Мы справимся! Да, Элина? Да! Мила! А-а-а-а! Мила! Мы справимся! А-а-а! 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 Элина! Держи меня! У меня сил не хватает! Ребята! Ребята! Мы здесь! Мы сейчас вам поможем! Ай! Прости, Мила! Не получается у меня быть сильной! И у меня! Мальчики и правда сильнее нас! А это разве плохо? Вот именно! Почему девочки должны быть сильными? Пусть будут красивыми! Девочкам совсем не обязательно самим справляться со всеми трудностями! Ведь мальчикам всегда приятно показать свою силу! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Ну вот, не успел! Я тоже хотел сорвать этот цветок Возьми его, а я поищу другой Нет, так будет нечестно Я должен сам выполнить Милена задание Игра в желание Не понимаю, почему пчелёнок такой капуша? Неужели так трудно найти бордовый цветок со множеством лепестков? Он, наверное, ищет самый красивый цветок в нашем лесу Представляю, как ты обрадуешься, когда пчелёнок тебе его подарит Пчелёнок, если ты не хочешь играть в желание, то так и скажи Только вспомни, когда ты загадывал, мы с Лунтиком всё выполняли Да я хочу играть Но что мне делать, если во всей округе нет больше ни одного бордового цветка? Ладно, загадываю второе желание Принесите мне ягодки-земляники Осторожнее, пчелёнок Здесь можно уколоться Хочешь, вместе подарим Миле эту ягодку? Лунтик, почему ты думаешь, что я сам не могу достать ягодку? Ничего я не думаю Просто колючки больно колятся Лунтик! Пчелёнок, ты здесь? Да Я не могу выбраться из-за колючек Я иду к тебе, не шевелись Ничего у меня сегодня не получается Ни цветок найти, ни ягодку сорвать А пойдёмте лучше в мяч поиграем Пойдёмте Только я свой цветочек оставила на той полянке Мила, давай я сейчас туда слетаю и принесу тебе цветок Спасибо, пчелёнок Это мой цветочек Я первый его увидел А я его оттуда достал А ну отдай Ам Это цветок Милы Она его здесь забыла Она забыла, а мы нашли Так что теперь он наш Вернее, мой Нет, мой И всё-таки пчелёнок Капуша Как можно так долго ходить за цветком? Может быть, что-то опять случилось? Пойдём посмотрим Это наш цветок Отдавай немедленно Отдавай, тебе говорят Мы хотим его съесть Он вкусный Не отдам Это Милен цветок Я обещал ей принести его Ай Я сдержу своё обещание Ну и пожалуйста Мы сейчас пойдём И найдём ещё целую кучу таких же Да, и всё съедим Зачем Миле этот цветок? Она говорит, что для красоты Глупая Как будто не знает Что цветы нужны Не для красоты А для вкусноты Пчелёнок Какой же ты смелый Спасибо Не за что Мила похвалила пчелёнка И Лунтик был очень рад за друга Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем Командир Равняйся Смирно Первый отряд на сбор нектара Шагом марш Второй отряд на соседний участок Шагом марш Остальные на уборку территории Здорово Равняйся Смирно Направо Налево Шагом марш Стой Раз Два Кругом Равняйся Смирно Привет, Кузя Ты чего кричишь? Привет Я не кричу А командую Командуешь? А кем? Травой Правда, она совсем не может выполнять приказы Так хочется побыть командиром А солдат нет А что должны делать солдаты? Для начала, как все солдаты, вы должны дать обещание, что будете выполнять все приказы вашего командира Отвечаем Равняйся Смирно Направо Налево Прямо Шагом марш Что бы еще такое скомандовать? А теперь Прыгайте Теперь на одной ноге Раз Два Раз Два Раз Два Раз 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 Я устала Что за разговорчики в строю? Кузя А может Не Кузя А командир Командир А может ты нам дашь какой-нибудь другой приказ? Например, нектар собирать Отлично Я как раз проголодался Солдаты Собирать нектар Шагом марш Солдаты Вы вышли на задание А не погулять Вы должны скорее собрать нектар для вашего командира Что-то мне это нравится все меньше и меньше Мне тоже По-моему, Кузя заигрался Но он так хотел побыть командиром Главный Это что? Я Я просто очень Есть хотела Ах, есть хотела? Что ж Я научу тебя точно выполнять приказы Проследите, чтобы она отбыла свое наказание Где положено Долго мне еще так сидеть? Как ты разговариваешь с командиром? За это твое наказание продлевается Что? Ну все, с меня хватит Это уже не игра, а издевательство Что? Ты дала обещание и должна исполнять мои приказы Это не приказы, это твои капризы Ты плохой командир Да, Кузя, мы устали выполнять твои просьбы Да я лучший командир на свете Я умею отдавать приказы Просто вы не умеете их исполнять Может ты покажешь, как надо их исполнять? А ты умеешь командовать? Да И я А я нет Но я попробую Солдат, равняйся Смирно Налево Шагом марш Направо Бегом марш Пожалуйста, Кузя Прыгни через эти камушки На Стоп Все, все, хватит Я понял Я был ужасным командиром Раз-два, раз-два Всем отдыхать Раз-два, раз-два Отдых Командовать Увлекательное дело Но настоящий командир Всегда заботится о том Чтобы и солдатам Было хорошо Однажды На Луне родился Необычный малыш Я родился И случилось так Что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем Выдержка Скоро будем завтракать Потерпи Невозможно удержаться Вкусно как Ну ладно Еще один Последний Доброе утро, деда Чем это вкусненьким пахнет? Пирожками и бубликами Ого Как же так? Они Были вкусные Доброе утро, Лунтик Доброе утро Шершуля Где же твоя Генеральская выдержка? Совсем не можешь Устоять перед едой Было приготовлено Для всех Лунтик даже Попробовать не успел Тот, у кого нет выдержки Ничего не достоин А как узнать Есть у меня выдержка Или нет? Нужно устроить Какое-нибудь испытание И посмотреть, выдержишь ты его Или нет Все, я решил С этой минуты Никакой еды Эй, до вечера Я докажу, что у меня есть выдержка Я тоже не буду есть до вечера Тогда я могу убрать посуду Деда, а как же выдержка? Ой, когда рядом стол, так и тянет что-то в рот положить Значит, надо быть подальше от стола Может, пойдем гулять? Да-да, скорее отсюда Попался Лунтик Я уже высоко Попался, деда Деда, а как же выдержка? Я не виноват Она сама мне в руки попалась Ого, смотри, как много ягод тут Деда, пойдем отсюда на другую поляну Где нет ягод Да-да, конечно, идем Здравствуйте, дядя Корней Здравствуйте Не хотите попробовать жареные корешки? Сам приготовил Нет-нет, нам уже пора Спасибо Здравствуйте Ой Я сегодня угощаю всех конфетами Возьмите одну Нет Я так больше и не могу гулять Извините Лучше дома сидеть Куда не посмотришь, все кушают Какая тут выдержка? Надо заняться каким-то делом Я могу вам дать задание Дорогие мои Разрешите считать тренировку Вашей выдержке оконченной И пригласить вас к столу Ужинать А что, уже вечер? Ого Быстро мыть руки Ага Всегда приятно, когда сложное испытание позади И Лунтику было непросто Но генерал Шер оказался настоящим героем Редактор субтитров А.Семкин